Что такое Родина? Кто мы и кому обязаны жизнью и благоденствием? Почему так важно дорожить верой предков? Верой, которая объединяет миллиарды людей на этом свете? Справедливо говорят, что детство – это сплошная череда открытий. В этом на личном примере довелось убедиться юным жителям села Индерка. По инициативе руководства Духовного управления мусульман Пензенской области и имам Хатыба мечети номер 3 Рушана Сайганова был организован конкурс «Ислам глазами детей». Работа и заявки от желающих принимались в течение двух месяцев. «Совместно готовились вдвоем, и родственники помогали. Спасибо всем, кто организовал этот конкурс. Это очень хорошо. Таких конкурсов побольше. Это очень развивает». Финал конкурса, с учетом и числа участников, и большого количества родных и друзей, пришедших их поддержать, провели в здании сельского дома культуры. Один за другим на сцену поднимались претенденты на победу. Всего их было 13. Мальчики и девочки рассказывали, как дорога им вера во Всевышнего. Это был незаученный текст. Дети делились тем, что было ими осмысленно и обдумано. «Ислам призывает к морали, уважению родителей, к доброму отношению к ним, к почитанию их, к уважению старших, к милосердию к младшим. Ислам призывает к честности и справедливости». Все время, пока шло финальное состязание, в зале ДК царила абсолютная тишина. Обращаясь к землякам, юные мусульмане говорили на вполне взрослые темы о значении хиджаба для женщин, о желании однажды совершить хадж, о том, как важно, когда придет время создавать семью, встретить человека набожного и благочестивого. В этом плане самый наглядный пример для ребятишек – их собственные родители. «С малых лет уже детей приучаем, чтобы они уже знали Всевышнего Аллаха, поклонялись Всевышнему Аллаху, чтобы... И хочу сделать наставление своим братьям и сестрам, чтобы они побольше времени уделяли своим детям, чтобы учили их религии Аллаха, чтобы с малых лет уже, прям с пеленок уже надо начинать этим заниматься». «К этому конкурсу мы готовились усердно, осмысливая каждое сказанное нами слово. Я прошу Аллаха, чтобы он одарил всех мусульман здоровыми и благочестивыми детьми, которые способны принести пользу родителям в обоих мирах». Старания родителей были вознаграждены с лихвой. По общему мнению зрителей, выступление Хусейна Мусалова оказалось одним из самых ярких и запоминающихся. «Аллах всегда слышит все наши просьбы. Аллах самый добрый. Если мы не получили то, о чем просили, не надо огорчаться. Нужно потерпеть чуть-чуть, и Он обязательно даст нам это. И что-то другой взамен. Аллах любит терпеливую». И самый главный – конкурс «Ислам глазами детей» для имамов Духовного управления Мусульман Пензенской области, да и для всей ребятни индерки – неразовая акция. Здесь стала хорошей традицией знакомить подрастающие поколения с мудростью Корана и других священных книг, воспитывать их людьми целеустремленными, знающими и полезными семьей гражданскому обществу. «Мы благодарим всех организаторов, которые помогают молодому поколению реализоваться. Именно вот такие площадки, они открывают возможность детям, именно современным детям, показать себя, самоутвердиться». Но вот завершились выступления финалистов. В зрительском конкурсе с призами проверили свои знания взрослые. Наконец решение огласило авторитетные жюри. Третье и второе места присудили Чапаева Иллини и Камиль Лешаша, а лавры победителя достались юному Хусейну Мусалову. Все трое получили денежные призы. Почетные грамоты и подарки для остальных участников конкурса. Высокую оценку и самому событию, и той работе, которая ведется с пензенской молодежью, дал председатель Духовного управления мусульман по Волжье. «Очень важно то, что сегодня мы, взрослые люди, все озабочены тем, как сохранить себя, сохранить свою человеческую сущность, сохранить свою этническую, религиозную идентичность, национальную идентичность, как мы сообщество российских граждан. И очень важно, что вот такие вот конкурсы, они способствуют действительно, способствуют, чтобы в наших детях заложить основу, фундамент вот этого как бы зерна. И я еще раз хочу поблагодарить организаторов, тех, кто занимался детьми, родителей детей. И я очень надеюсь, что это будет действительно в будущем наша элита». Конкурс завершился, отличившиеся награждены. И это повод подумать, чем в следующий раз увлечь, занять молодежь индерки. У Рушана Сайганова и его единомышленников есть желание работать, действовать. А значит, все то, что они задумают, у них обязательно получится. Павел Морозов, Евгений Налдеев и Марат Янборисов специально для НУР-ТВ.